Доброе утречко! Как вам мой маникюрчик? Урод, нормально. Я смотрю Парафайлинг. Один есть немецкий паренишка, зовут его Марк Т. Хоффман. И он по телеку выступает, еще где-то такие интересные штуки, рассказывает, прям вот очень интересно. Послушайте, вообще что-то про профайлинг засосет, обещаю, похлеще, чем какой-то сериал. Я решила поесть сахарной ваты, чтобы больше ничего нет, чтобы опять не заказывать в Макдональдсе кучу сладостей, сделаю себе сахарную вату. Ложечка сахара. Это на диване, да, должно быть? Понятно. Тащила сама. А почему на диван, Сань? Мам, у меня свои планы. Занимайся своими делами. Ага. Вот это ты придумала. И что? Удобно? В чем прикол? Еще выше. О, мамма миа. Да, так. Прям заинтриговала. Ну-ка. Ну-ка, ну-ка. Так, Сань, ну ты же упадешь сейчас там. Что ты делаешь? Ага. Фантазерка. Фантазер, ты меня называла. Кира в шоке. Говорит, мам, ну жили же нормально. Вдвоем. Да, Кира? Такие мысли у тебя в голове? Или наоборот? Скажи, скучно так жили, а теперь хоть есть зачем наблюдать? Ну, скажи, эти кожаные человечки. Что у них на уме? Непонятно. Эти двуногие существа. Сосредоточенная так. Такая в смысле. Колесико крутится, да? Ребят, вот что делать? Все бодики, посмотрите, какие широкие горловины. Есть где-то, где поуже. Ну, полплеча голеная. Как бы, когда прохладно. Мне, например, тоже не очень приятно, когда у меня полплеча голая. Блин, красивый цвет я сделала. Все бодики, которые я покупала, все такие. С разных сайтов. У нас вчера был сильный ветер, сегодня тоже. И я, засыпая, услышала прям свист. Думаю, надо с балкона убрать мои зонтики. Но было холодно, было темно. Я думаю, завтра. Сейчас я вышла на балкон. Смотрите, что там. Капец. Во-первых, на мокрое наступило. Во-первых, улетела крышка. Я ее вижу, она лежит там, внизу где-то. Пойду заберу. Во-вторых, капец, все с дивана улетела вот эта штука, которая сохраняет, ну, чтобы не намокли подушки, да. Все это улетело. Мой гриль открылся. Все намокло. В общем, сейчас буду все тут убирать. Я думаю, что я занесу вот это вот все, что лишнее, потому что, ну, зима. Вряд ли я тут осенью и зимой буду сидеть на подушечках. Гриль, наверное, получше запакую. Я ставлю здесь. Это, наверное, занесу. И подушки занесу. И зонтики занесу. Так, не успела я убрать. Соня не давала мне. В итоге уже темно, уже пошел дождь. Я заправила подушки обратно под эту штуку. Завтра их уберу. Гриль заправила, но убрала зонтики и убрала отсюда все. Вот лампа. Надо будет потом еще вечером пойду с Кирой гулять. Достать крышку от этого. Ну, телефон маме оставь. Кто ручками танцует? Покажи, Сань. Посылочки походить обязательно. Вот так, как ты ручкой делаешь. Ооо, крылья. Не надо сразу входить. Так, смотрим, что у нас здесь. Запихнули! Не выпихнешь! Я ни разу, по-моему, не покупала маски. Разве что одну, когда забывала какие-то взять. Здесь 50 штук. Я взяла черные маски. Ну-ка, давайте посмотрим. Нормальные? Нет? Мне кажется, черные самое то. Не надо в рот, Сань, пожалуйста. Не надо. Так, посмотрим. О, отлично. Нигде ничего не давит. Все. Будут у меня масочки. А то у меня что-то все кончились. Не все время откуда-то они появлялись. Я сама ни разу вот не заказывала. Я хотела взять 5-10 штук. Но там были упаковки только по 50. Так что взяла и дай дочь покажу. Кто-то из вас мне посоветовал вот такой вот сок-стоп. Мол, когда я пожаловалась, что носочки... Ну, не надо в рот. Носочки с пипочками. С резиночками. Все какие-то страшненькие. А которые симпатичненькие и без пипочек. Мне кто-то сказал, что можно купить такую штучку. И вы сами капаете на носочки. И оно затвердевает. И вот есть это. Надо будет попробовать. Давай прям сейчас попробуемся. Как делать? Инструкция. Инструкция. Папа инпассанты клюса schneiden und in die Socken schneiden. Und außen aufдragen und trocknen lassen. Ein, zwei Mal wiederholen. Ого! 10-12 часов. Надо ждать, пока высохнет. Ваш по 40 градусам. Можно мыть. При 40 градусах в сушилку нельзя. Окей, вырезать картонку, одеть в носочек. И накапать. Вот люди, вот придумают. Иди сюда, Зла. Мне нужна твоя ножка. Иди сюда. Давай ножкой. Ножкой вставай. Вот так. Топ-топ-топ. Давай. Ножкой топ-топ-топ. Вставай. Опа. Так. Это, наверное, провал. Так, попробуем. Опа. Смотри. Ножкой. Вот так. Размечтала, скажи, мам. А давай мы тебе... Стоять! Сейчас мама сообразит. Как тебя отвлечь. Смотри. Смотри, что у мамы тут есть. Смотри. Та-та-ра-та-ра-та-та. Та-ра-та-ра-та. Подожди. Подожди, Соня. Ну, Господи. Подожди. Смотри. Сатя накопал. Вставай. Угу. Фиг там встанет. Примерно. Все. Примерно. Примерно. А все? Все. Так. Примерно. Я тебя... Ну, Сонечка. Ну, как я тебя... Сколько времени? Время по седьмому. Тебя скоро спадет. Так. Ну, давайте попробуем. А, блин. Ну, так это же надо на все носочки вырезать этих картонок, да? И потом напичкать. Потому что я же не буду из каждого вынимать. Оно деформируется. Так. Ну, вот. Давайте пока... Давайте один еще вырежем такой же. приблизительно. Это ребенок вас попой сбил. Ой, мне кажется, проще поискать и купить обычные носки. Я думаю, просто перевернул носок, накапал, через час одел. А тут вырезать картонку, вставить в носок, накапать, оставить на 12 часов. на самом деле, я очень голодная. Я сегодня позавтракала в полдвенадцатого. Съела я два бутерброда и два яйца. И... и попила чай. Вот он, кстати. сахарной ватой, да, сейчас время уже пусно. Класс! Но не выдавливается. Оно вот здесь, видимо, внутри, смотрите, вот здесь засохло. и как это сделать? Или тут надо отрезать? Потому что он такой тоненький-тоненький, даже зубочистка не проходит. Вроде не засохло. Эти еще нанести, оставить, чтобы высохнуть и повторить еще раз один или два раза. Не, она не идет. Разве что отрезать. О, пошло. Соня, а я не знаю, как тебе, сколько штучек таких? Да. носочки носочки тебе делала. Носочки тебе делала. Ап-ап-ап-ап-ап-ап. Ап-ап-ап-ап-ап-ап. Апа! Вот, тебе можно вот это водичка. Скажи, пить всего лишь хотела. Ногти растут как быстро, Соня. Дай Бог, чтобы тебе всю жизнь так быстро ногти и волосы росли. Ой, дубочистка. Твоя ложечка осталась сужена. вообще не нежный ребенок, вообще не тактильный. Я от этого страдаю. Я думала, что это зависит от родителя. если я с ней буду тактильная, то она обязательно такой же. Но она родилась уже вот такой. Секундочку. Пожалуйста, на расстоянии протянутой руки. Вот такой это у меня ребенок. Я так хочу обниматься, целоваться с тобой, целоваться, обниматься. иногда я позволяю, конечно. Но не всегда. Но все равно, конечно же, люблю. Конечно же, ну, конечно же, вот мои ножки. А, вкусные. Сань, какая ты гибкая. Ничего себе. О, какая ты гибкая. Так, пойдем, пойдем делами заниматься. Делами заниматься то бишь распаковывать дальше посылочки. Да, Сань? Какие у нас еще дела? Одни посылки. Одни посылки. Вот наши дела. Мама шутится. У нас не одни посылки. У нас их много. Мне пришла еще одна посылочка. Я так удивилась. Прислали. Мне говорят, надо заплатить за что-то. За что? Я так и не поняла. 10 евро я заплатила. 4,66 за... 6 евро. Короче, в общем, за то, что она сюда въехала. Так, что там, что там, Сонь? Свитерки! Маме на осень пришли! Ух ты! Так, 80% шерсть. А этот? Зеленый классный, да? И этот тоже самое. Ну, давайте, зелененький. Хочу померить, хочу померить. Блин, задом наперед. какой красивый цвет, ребят. Ух ты! Какой свитерок! Смотрим. Блин, шикарный! Как вам? Это мне ребята написали в инстаграме, не хочу ли я их пару свитерков. И я сказала, конечно, хочу, потому что как раз осень, и мне просто они понравились. Я посмотрела, какие у них свитерки, и как раз, как я люблю. Я обожаю молочные, и зеленый, просто шикарный, шикарный цвет, зеленый, и он такой оверсайзный, и шерстяной. Ну, что может быть круче? Не особо колючий. Обычно шерсть, знаете, я боялась, что будет колючей. Нет, я вот даже на голое тело одела, у меня там реально голое тело. Почти. И не колется. Блин, классно. Мне нравится, знаете, даже вот так больше. Вот так. Блин, ну, вот такой вот свитерок с другими, конечно, штанишками. I like it. Ну, вот и светлый, да, он не белый, он такой, даже не знаю, кремовый. Кремовый, да? Блин, классный. Ну, вот и светлый, да, он не белый, он такой, даже не знаю, кремовый. Кремовый, да? Блин, классные. Обожаю такие свитерки. У них там были разные и с горлом, и без, но я решила, что мне надо с горлом и будет тепло и стильненько. Кому интересно, откуда, я в инстаграме оставлю в закрепленных, я там в сторис буду рассказывать. Я думаю, когда выйдет влог, как раз это уже будет. Так что можете зайти, перейти, посмотреть, кому интересно. Итак, ребят, предлагаю спуститься в мой подвал. У меня есть еще другое место, там, конечно, побольше места. Вот такой вот подвал, конечно, старый, в старом доме. Что-то будет драгоценное, я тут не стала хранить. Вот. Даже есть какие-то полочки. Вот это, кстати, не мои вещи. Это либо остались от предыдущего хозяина, ну, не предыдущего, он хозяин квартиры, либо у меня тут же бабка с дедом. Две полки занимают, хотя у них, не знаю, может, вот это их, хотя у них есть тоже подвал. И покруче, чем мой, с полочками, там у них варенье стоит. А у меня просто все тут накидано. Так, возьмем два зонтика. Может быть, честно говоря, я их потом поставлю в другое место, потому что там сухо. А здесь может быть влажность. Ну, пусть пока тут. У меня тут, в принципе, коробки всякие, вот эти от пылесоса, потому что она удобная, если перевозить все насадки, все туда, да. Матрас запасной. Это в машину, кстати, надо убрать. От гриля коробка. От этого это уже можно выкинуть. В принципе, коробки можно не оставлять. Вот это от гриля, нет, от гриля оставлю, а вот это от чайника можно выкинуть. Там у меня кресло дополнительное, там вот мои кисточки для рисования. Это от коляски тоже не выкидываю, потому что, думаю, потом продам, чтобы в коробке. Это лего, что ли, или что там? Это от коляски тоже не выкидываю, потому что, Думаю, потом продам, чтобы в коробке. Какая-то леку, что ли, или что там? Это не мое. Ну, в общем, это хуйня всего. Это тоже не мое. Но там коробки с рисунками. Творец, куб кистей. А, тут краски. Тут все в красках. В общем, ладно. Пойдемте. Опять. Опять, ребята. Это капец. Я сейчас... Я чуть не дотронулась. Посмотрите. Видите кабель? Кабель! Видите, кто на нем сидит? Какой-то рад. Ой. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас все будет. Почему? Пылесос прозрачный. Вот, я когда засасываю таких тварей, если я себя в этот момент снимаю, кто-то потом пишет, зачем так кривляться. Вы, наверное, не понимаете. Я же не специально кривляюсь. Вы просто не понимаете, что такое фобия. Меня аж все передергивает. А смех, когда я смеюсь, это не потому, что мне весело, и я что-то играюсь. Это, на самом деле, защитная реакция. У меня паника. Я начинаю улыбаться, смеяться, и меня вот так вот перетрясывает. И вот прозрачный пылесос, я аж боюсь туда смотреть. Ух! Мурашки, мурашки. Но я думаю, меня многие понимают. Знаете, почему я такое снимаю? Потому что я потом читаю комментарии, что вас тоже трясет, и мне спокойнее становится. Сейчас буду готовить салатик, который опять вам не покажу, так как все это собирательные рецептики для другого канала. Что-то их дофига вообще. Прошло пару часов. Я вот потрогала. Смотрите. Оно уже высохло. Видимо, еще не окончательно. Может быть, внутри еще не до конца. Но так да. И там написано повторить еще один или два раза. Но если еще один или два раза повторю, она будет как бы на платформе. Я, наверное, оставлю так. Завтра померяем, посмотрим, как это будет. Посмотрим, отлепляются ли они. В общем, это был эксперимент. Может быть, в следующий сделаю поменьше эти пипочки, а то реально как на каблуках. Пусть сохнет до завтра. Не пойму, что у меня происходит. У меня портятся продукты очень быстро. Вот эти помидоры я купила позже, чем вот эти. Да? И посмотрите, где? Вот. Уже пошла плесень. Вакуумированная кукуруза заплесневела. Как такое может быть? Оно у меня хранилось раньше месяцами. А все это хранится вот в этом ящике. Я сейчас смотрю. Я сейчас просто отсюда все выгробла. Вот там пошла плесень. Я это сейчас все буду мыть. Короче, я не понимаю, как так. Вот в этом ящике у меня крайне быстро пропадают продукты. В них я храню фрукты и овощи. специально для этого. Что не так? Мне нужна ваша помощь. Что не так? Что не так я делаю? Что нашла? Что нашла? Кстати, салат мой отменяется. Я сейчас сварю то, что мне сварить надо. Но капуста, которая мне нужна была для этого салата, тоже заплесневела, пролежала там. Ну, неделю может. Ну что, ребят, я на ночь глядя поработала. Раз салат не получился, подмерзла, одела сверху рубашечку пижамную. Уже мне стало жарко. Включила батарею, оделась и уже жарко. Иду спать. Буду на этом с вами обращаться. Завтра надо сгонять за пекинской капустой с утра. И я добавила, кстати, в кастрюле еще немножко и ингредиентов. Думаю, заодно сварю и супчик. Ну, не мне, но Соня с Кирой одинаково еду едят. Ну, в смысле, без кучи приправ, без всего. Вот, я-то люблю очень солененькое прям. Жду не дождусь, когда я уже пойду делать ботокс. Вот столько времени ходила, настолько привыкла к этим морщинкам, что уже перестала их замечать. Но когда опять начала об этом думать, теперь вижу только их. Но это вот опять говорит о том, что, на что мы обращаем внимание, то и попадает нам в глаз. То есть, вот я не думала о морщинах год и не видела их и не бесили они меня. А сейчас о них думаю и замечаю именно их. И также в людях, да, вот нет у вас дурных привычек и не видите вы в других эти дурные привычки. А если они у вас есть, вы в других замечаете. Или вот если вы неверный партнер, то вы своему партнеру доверяете и не думаете ничего плохого, когда он не берет трубку и когда он говорит, я был просто занят. А если вы сам рыльца в пушку, то все такие моменты вы сечете и не верите. Потому что сами делаете плохие дела. Ну, короче, так во всем. Как всегда, начала за здравие. Ладно, на этом буду прощаться. Мы увидимся с вами завтра. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok